СПЕК НОРТЬ АМЕРИКА Вы также можете позвонить по телефону 647-688-1967, 905-886-6651 или послать имейл по адресу mariamullerogers.com Выбор правильной обуви помогает облегчить боли в спине, конечностях и суставах. Professional Medical Supplies предлагает большой ассортимент ортопедической обуви, компрессивных чулок, присов для спины, обуз форм и многое другое. Мы принимаем все виды медицинских страховок, а также welfare и рабочие бенефиты. Предоставим бесплатную консультацию по использованию любой страховки. Индивидуальный подход каждому клиенту. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Что это значит, в принципе? Просвещенный консерватизму – это, во-первых, сохранение традиций, исторической памяти, культурного наследия, при этом с абсолютно адекватным и трезвым взглядом на современность. Это не означает, что мы ратуем за возвращением монархического строя в Россию, потому что, к сожалению, это просто невозможно, и об этом и речь не идет. Речь идет о том, чтобы люди помнили свое прошлое, чтобы они ценили свое прошлое, чтобы они вернулись к религии, к традициям своих предков, неважно, какая конфессия, это не имеет значения. Вот что важно. Мы придумали две рубрики, основные в журнале – это «Русский выбор» и «Другие берега». Все это касается, естественно, соотечественников за рубежом, тем или иным путем вынужденно или по доброй воле попавшим за рубеж. Вот материалы очень много интересного у нас. У нас уже в первом номере был богатейший материал о Колчаке, который никогда ранее не публиковался. Была сложена, может быть, легенда, может быть, это была правда. Но звучит оно так, что когда его вместе с Пепеляевым, Виктором Николаевичем, который тогда был буквально очень короткое время председателем правительства, вывезли на речку Ушаковка, на рассвете, наряд, который должен был совершать экзекуцию, был под командованием некого Чудновского. И адмирал спросил его, кто вы по званию. Он сказал, я комиссар. Тогда адмирал сказал, что, вы знаете, такого нет звания в армии. А командовать экзекуцией над старшими офицерами может быть только равной позванию. И Чудновский якобы сказал, что, а что бы, как теперь быть-то? Он сказал, никак. Командовать расстрелом буду я, как старший по званию. Правда это или нет, кто знает. Может быть, легенда. Но почему-то легенды такие складывались о таких людях, как Колчак, а не о тех, кто его расстреливал. А эти кадры мы снимали во время презентации журнала «Свой» в русском доме в Торонто. Презентация проходила сразу после просмотра документального фильма Никиты Михалкова «Русские без России». Мы вместе со своим партнером по корпункту журнала Таней Добровинской и писательницей Аленой Жуковой выступали перед потомками иммигрантов так называемой «Первой волны», многие из которых никогда не были в России. И я первый раз по-настоящему понял, какую великую страну мы потеряли в 17-м году. А еще я первый раз по-настоящему начал гордиться своими русскими корнями. На иммиграцию смотрят... Как предатели, в свое время так оно было. А с другой стороны полное, как сказать, никакого интереса. А теперь мы видим, что начинается в России связь и интерес и ознакомление с тем, что было. И что очень трогательно, и мы очень ценим это. Я очень благодарен Никите Сергеевичу Михалкову за этот фильм. Конечно, не больно, слезы катятся, когда ты все смотришь. Я это не пережил. Частично, можно сказать. Я родился в Турции, в Истамбуле, в Константинополе, бывшем, в 27-м году. Мои родители бежали из России в 20-м году, познакомились в Турции. Я родился в Турции. И у меня был большой опыт среди русской колонии. Я, конечно, в церковь ходил, прислуживал, пел в хоре при русской церкви. И там было три русские церкви, как ни странно, две кондитерские, три русских ресторана, балалайчный оркестр. Все это я помню. Это был маленьким мальчиком. И мы устраивали вечеринки царским офицерам. Во время Второй мировой войны открывалась карта. Мы ставили семгу, селедку, водку. Угощали их, потому что жили мы все очень бедно. И они нам рассказывали, когда под Сталинград дошла немецкая армия, тут им будет конец, их отсюда погонят. Они приблизительно точно все предсказывали, как это будет. Мы сидели, слушали. И они, конечно, напивались. Иногда нам было смешно, мы смеялись, молодежь. Но они точно знали весь поход, как пойдет советская армия. И не было того, что они против советской армии. В чем успех Никиты Сергеевича Михайловича? Он достаточно успешный кинорежиссер, менеджер, расседатель союза гинематографистов. В конце концов, он лауреат Оскара. В принципе, он работает с людьми долгие годы. Он никогда... У него такая четкая команда. Вот вы, например, как давно с ним работаете? Очень давно. И я очень рада, что являюсь его единомышленником. И абсолютно ему доверяю. Абсолютно. За долгие годы я не помню, чтобы мнения по какому-то вопросу у меня с ним разошлись. Даже вот в тайне, да, скажем, внутри. То есть в этом смысле мне очень полезло. Он спит пять часов в день. Пять часов в сутки, я имею в виду. И у него расписано все, в общем, в принципе, как это не покажется, смешным. На годы, на самом деле. Потому что как бы там ни было, но он, Никита Сергеевич, все-таки это звезда. Кроме того, у нас же издательский дом, еще сибирский цирюльник, который выпускает такие державные фолианты, очень интересные книги. Кстати, в недрах издательского дома и родился журнал, потому что журнал учрежден издательским домом в Сибирской цирюльнике. Началось все с книги, если это интересно. Это учреждение. Мы издали книгу «Храмы Москвы». Это справочник о храмах Москвы, где описывается все. Реликвии, мощи где-то, когда построено, что на реставрации. То есть такой справочник до нас больше ста лет тому назад был издан найденовым. И, в общем, он нужен и востребован оказался. Затем мы издали альбом очень интересный на Семи Холмах. Это фотографии Москвы, начиная от имперских уголков, старинных улочек, и кончаясь современными изданиями. Снят хорошим фотографом был. Тоже была интересная книга, имела успех. Затем мы издали «Гербовник». Казалось бы, гербовников очень много издали. Мы же издали «Гербовник», назывался он это «Гербы земель российских». И книга была такая уникальная. Там был административно-хозяйственный анализ границ Российской империи. Практически захвачено было три века. После этого мы, ну, я не говорю о мелких, более мелких книгах, мы издали там Ильина и Розанова совершенно в роскошном кожаном переплете. Такое подарочное издание, тоже имевшее большой успех. Недавно у нас была книга, вот Никит Сергеевич дарил ее президенту, который тоже очень хорошо о ней дозвался. Это книга «Душа обедает сама», это исторические обеды середины 18-го, начало 20-го века. Посуда, тосты, меню. Издана блестящая книга, очень хороший художник у нас там был. Кроме этого, к 60-летию Победы случилась такая интересная штука. Никит Сергеевич сейчас работает над фильмом «Утомленные солнцем 2». И когда собирался материал по Великой Отечественной войне, а толчком послужила картина Спилберга «Спасение рядового района». Потому что там вообще, о тому фильму вообще Россия как бы к войне просто не имеет отношения, честно говоря. И тогда вот он вернулся на круги своя, там ведь в первом фильме, в общем, все погибли. Вот. И вот тогда было принято решение снимать фильм о войне. Очень много материалов было просмотрено, изучено. И ему подарили книгу на английском языке «Вторая мировая война день за днем». Хроники Второй мировой войны. Абсолютно объективная, без всяких прикрас, без идеологии. День за днем все, что происходило. И мы решили ее перевести и издать. Ну, выяснилось, что англичане продали это немцам. В общем, мы у немцев купили право издания, перевели ее и издали к 60-летию Победы. И после этого очень хорошая книга на самом деле. Ну, наша заслуга только в том, что мы ее издали, перевели, издали и дали возможность. Ветераны в восторге были, дали возможность, в общем, россиянам тоже как-то ознакомиться с хрониками. И тогда пришла идея издать точно такого же стиля, в том же ключе, книгу о гражданской войне. Вот сейчас идет большая работа в архивах по всему миру. Очень интересно. То есть вот так вот мы потихоньку внедряемся во все области. Кто там брал интервью у Вишневской, у Ростроповича. Вот у нас есть музыковед, очень известная, высокопрофессиональная. Это Тамара Николаевна Грум-Гржимаева. Вот она, она и не пустит туда никого, потому что лучше ее никто не поговорит. Ни с Галиной Вишневской, ни с Ростроповичем, ни с Башметом. То есть там, вот у каждого есть область, где он выбыл в воде. Вот, скажем, 80-летие Майи Михайловны, она уж меня простит, она уже перестала скрывать свой возраст. Вот эта обложка снята как раз к ее дню рождения. Она снята в октябре, день рождения у нее в ноябре. Вот здесь Майи Михайловне 80 лет. Вот, и это то самое, о чем мы все время здесь говорим, о соотечественниках. Не важно, где они живут. Важно, что они свои. И приглашаю, публикую вот новых авторов. И здесь у вас, в Канаде, и в частности в Торонто, живут потомки царской семьи, у которых архивы, которые готовы там сделать материал интересный. Я с удовольствием публикую. Игорь Петрович, поделитесь своими впечатлениями. Как вам понравился фильм, Никита Сергеевич? Очень понравилось, исключительно интересно, потому что это трогает мою тему, затрагивает мой интерес. И удивительно, что у вас столько фотографий. Главное, меня интересует то, что интерес появился в России. Не то, что мы бы хотели иммигранты. Я второе поколение. Я не был никогда в России. Я из Югославии. Но меня лично интересует то, чтобы до России дошло. То, что те факты, которые, может быть, мы знаем, а может быть, предполагаем, что знаем, но нам выглядит как правда. И вот хотелось бы вот в этом смысле поделиться. Это моя область, которая меня интересует. И даже, конечно, затрагивает политическую жизнь тоже. Это не только, значит, интерес к эмиграции. Слава Богу, что он есть. Вот это... За это мы вам очень благодарны. И, конечно, нужно выловить и достать все, что есть, еще остается. Но нас интересует, как это будет в России происходить в будущем. Так что, мне кажется, что своим, вот как вы говорите, за границей художники, поэты, артисты – это все русского происхождения. Это были корни, родители, которые вынесли эту культуру. Они вынесли эту красоту России. Понимаете? И эти люди, они дали больше, чем кто-либо, потому что не было так просто. Быть русским за границей не так просто. Татьяна, скажи, пожалуйста, что на тебя больше всего оставило впечатление во время этой встречи с первыми русскими эмигрантами? Очень понравилась реакция людей на журнал. Люди были очень довольны тем, что, наконец-то, мы проявляем интерес к ним. Журнал произвел большое впечатление на них. Им очень приятно видеть участие России в том, в их судьбах. В том, что они не безразличны на сегодняшний день, наконец-то, России. И это очень приятно. Их, они ждут от нас этого журнала. И мы будем делать все для того, чтобы их не разочаровать. Совершенно верно. Вот что вы думаете о нашей эмиграции? Ну, во-первых, для нас вы не эмигранты. Сейчас новое такое совершенно поверье. Потому что вы соотечественники прежде всего. И это главное. Вот что касается эмиграции вообще. Я знаю, что от добра добра не ищут. И у каждого были, видимо, свои какие-то причины уехать. Поэтому я только знаю одно, что те люди, которые, скажем, успешно жили в России, были талантливы и чего-то добивались, они здесь точно такие же. Они здесь чего-то добились. Я сейчас не говорю про какие-то там духовные моменты, потому что кто-то страдает ностальгией, кто-то нет, это роли не играет. А те люди, которым нужна была бутылка лодки и пожрать, и завалиться куда-то, они здесь точно так же и живут. У них добавилась возможность прошвырнуться по Брайтон-Бич, например. И они считают, что это уже достигнуто в жизни все. Поэтому судить никого нельзя, потому что у всех свой путь. И люди имеют право идти этим путем. Каждый сам себе, как говорится, каждый сам себе трамвай. Смельно надеяться, что он будет интересен и востребован, только потому что он действительно интересен же. Он того стоит. Ночь светлая Над рекой Тихо светит луна И блестит серебром Голубая волна Темный лес Там в птиши Изумрудных ветвей Звонких песен своих Не поет соловей Тихо светит луна И блестит серебром